К сожалению, проблемы нашего государства, они никуда не делись. И наряду с существующими есть и новые проблемы. В принципе, они не новые, они старые. Как мы все знаем, в новом году прошли две акции. Одна на площади Свободы, другая в населенном пункте, новом районе, где на улицу вышли наши граждане из многодетных семей, малоимущих семей, где люди остались без крыши над головой. И насколько я знаю, по сегодняшний день, пока этот вопрос не решен, но вот как я читаю в социальных сетях, вижу, что пока вопрос не решен. Я хотел бы и читать, что наша основная площадка, я думаю, что все меня поддержат, обратиться к руководству нашей страны, к депутатам Народного собрания, не устраивать вокруг этого ненужные дискуссии, а реально перейти к делу, помочь нашим гражданам. Потому что сегодня в каждой семье есть дети, к большому сожалению, есть такие семьи, где там дети с разными формами болезни, инвалиды, люди преклонного возраста. Никто сегодня не имеет права оставаться на улице. И просьба обратить внимание и помочь людям. Я хотел бы этот вопрос связать и с помощью молодым семьям. У нас нет никакой четкой программы, которая помогала бы нашим молодым семьям. В связи с этим у нас и демографический кризис. Вообще за последние годы я ни разу нигде не слышал, чтобы обсуждался вопрос демографии. Мы что, стесняемся об этом говорить? Или у нас такая миллионная нация, где у нас так остро не стоит этот вопрос? И на мой взгляд, все дело в том, что я считаю, что государство должно перейти к национальной повестке, к внутренним проблемам. Не думать о том, чтобы постоянно там, только привлекать инвесторов для продажи недвижимости или определенных наших участков в нашей республике. И подумать, наконец-то гражданах вернуться к национальной повестке. Я хотел бы еще подчеркнуть момент. Меня попросили многие наши граждане сказать о том, вот в сфере здравоохранения, если, допустим, брать ситуацию в детской республиканской больнице, люди сталкиваются с тем, что они не могут попасть к дежурному доктору, к педиатру, приходишь туда, сталкиваешься с километровой очередью и, извиняюсь за тобой, мой сарказм, пока с ребенком туда пройдешь, уже и родителю травматолог понадобится, пока пройдешь через это, придешься там со всеми переругаться. Приходится возвращаться с больным ребенком домой. Неужели нельзя создать несколько приемных пунктов, где будут дежурить 2-3 доктора? Это же элементарные вещи, которые могут упростить жизнь нашим гражданам и тем же врачам поспособствовать такой помощи. Ну и, конечно же, остро стоящая ситуация. У нас вокруг дорожно-транспортных происшествий. Вот здесь у нас катастрофичные цифры. И все в плачевном состоянии. На мой взгляд, нам не надо никого стесняться. И я бы предложил бы Министерство внутренних дел к этой проблеме привлечь ветеранов МВД. Это компетентные люди, которые строили наше Министерство внутренних дел, которые умеют работать. Я думаю, что мы должны спросить их совета, что, может, у них есть какое-то направление в этой ужасной, я повторюсь, ситуации. И я, кстати, хотел бы предложить, я знаю, что во многих цивилизованных странах есть такие условия. У нас много молодых людей, которые любят, так можно сказать, полихачить, погонять. Много граждан, которые выпивают, набрутся смелости, им хочется сесть за руль, нажать на педаль газа. Я предлагаю элементарно в выходные какие-то определенные дни создать какой-то трек, какую-то гоночную трассу. Это вполне естественно, вполне нормально. Взять ее, снабдить оборудованием, безопасными ограждениями, привлечь туда. У нас много молодых ребят и тех же студентов, которые прекрасно разбираются в автомашинах, во всех, в этой полностью, в этой сфере. Вот, пожалуйста, можно какую-то занятость для молодежи, вот какие-то рабочие места, и плюс такое какое-то отвлечение для многих людей, которые лучше пусть выйдет он там, свой градус понизит, да, занимаясь каким-то видом спорта, таким, чем он будет нарушать закон. И люди должны, помимо этого, естественно, люди сами должны следить за собой и переживать за родных и своих близких. Ну и завершая, я хотел бы обратиться к некоторым нашим гражданам, которые в социальных сетях под постами многих оппозиционных деятелей пишут о том, что вы не имеете права кого-то осуждать, а вы были у власти. Во-первых, я не любитель вот этого слова власти. Я не считаю, что власть, она принадлежит чиновнику. Власть принадлежит народу. Когда некоторые наши граждане так разговаривают, вот в связи с этим у некоторых наших чиновников появляется такая мысль, что их считают такими несусветными, я не знаю, там, управленцами, которые принимают спокойные решения, такие, какие им надо. И в этой связи хотелось бы сказать, что не совсем корректны эти высказывания, потому что в оппозиционном блоке очень много, я не скажу, молодых, очень много новых людей. Да, рядом с ними находятся и взрослые люди, и ветераны, люди, которые принимали участие в становлении и развитии нашего государства. Да, есть люди, которые занимали руководящие должности, но ничего плохого для развития нашего государства они не сделали. И поэтому это не совсем корректно. Я считаю, что вообще, во-первых, в жизни каждого человека есть рядом взрослые люди, которые направляют, к кому ходят за советом, но это не говорит о том, что в оппозиционном блоке нет молодых людей, новых людей, которые не умеют выражать свое мнение, которые не могут добиваться определенного результата. Спасибо всем за внимание. Спасибо.